Почта принесла картины Рериха. Ну и очередные хвалебные какие-то слова. Какой он замечательный, просветленный мастер и так далее. Я хотел был на это отреагировать, но поленился. Но тогда ко мне в дневник пришел замечательный один человек. И написал комментарий по поводу Рериха. И как бы я воспринял этот комментарий как приглашение пустить его дневник. И действительно, пустив его дневник, я увидел опять картины Рериха и разговор о том, какой-то просветленный художник. И вот тут-то я не выдержал и написал, что я о нем думаю. А началось все когда-то со стихотворения Эль Дисмартиэль. Он мастер гор. Он знает тайну камня. Он мир сверкающих вершин постиг. Прекрасных, белых, недоступных. Там путника ведет смерть. Лишь тот, чье сердце пламя, Способен ночевать на призрачных вершинах, В снегах и облаках. Ну вот, стихотворение полно любви к Рериху. И это не лучшие стихи Эль Дисмартиэль, потому что и объект был такой прохладный, поэтому стихотворение прохладное. Да. И вот по этому поводу Эль Дисмартиэль написал. У Рериха, безусловно, свой богатейший внутренний мир, Своеобразный и независимый, и, конечно, богатейшая копилка впечатлений, Как духовных, так и жизненных. Так что я думаю, что все написанное его от души, прожитое и прочувственное, Просто он принял ту духовную культуру, которая нам чужда, И которая нам кажется холодной, лишенной жизненного вкуса. В всяком случае того вкуса, который нам по душе. Но я не согласен с Мерд Дисмартиэль, Потому что, когда я смотрю буддистские росписи в Китае, Особенно если это рисовали буддисты школы Чань, То я очарован, потому что там полно всей жизни и кипения. А здесь холодное искусство европейского художника, Который выдает себя за азиат. Ну вот, и тут появился... Да, она сказала, что... Ну да, буддизм это что-то от головы, Это ложный болт, крючок, На котором люди по своей привычке Все привязывают, привязывают свои впечатления. Болт можно и проигнорировать, А впечатление, ценность. Ну да, я сказал, что все это так. Искусство не любит висеть на болте и на крючке. Невозможно читать слащавые, например, христианские стихи В христианских сборниках. Но вот Пушкин, например, В своей любви к миру и человеку, Конечно, самый христианский, И самый мусульманский, И самый буддистский поэт Всех времен и народов По внутренней направленности К истине, красоте и познанию. И счастью. Потому что это и есть счастье, истина, красота и познание. И вот по этому поводу Замечательный Собаки Дэнди Ньюис Вот за этим псевдонимом скрывается Замечательный человек Написал Очень темпераментный такой Тираду А я не считаю, что это Пушкин Пушкин Как это он про Пушкин-то здесь сказал? Пушкин Никогда не знал Бога Узнав его только в момент На смертном одере, как он сам и сообщил По свидетельству присутствовавших Ну вот, я по этому поводу Конечно, не согласился И написал эссе, которое называется Затемненность Рериха И просветленность Пушкина Картины Рериха топорны И примитивны Ну, как реклама к фильмам Стихи его холодны И лишены живости А их мистика поверхностна и фальшива Рерих, можно сказать, вообще Не художник Ну, рядом с Пушкиным тем более Это авантюрист Что ездил по дальним странам Вынашивая идею Основать где-то государство С помощью коммунистической революции Ну, и, может быть, даже возглавить Это государство Короче говоря, прохвост С видимостью буддизма Отсюда его бесконечные визиты В Москву, к Ворошилову И прочим Наркомам И комиссарам По-моему, выше уровня Как Ворошилов, его никуда и не пускали Сталин, вроде, с ним не встречался И наивно видеть в его лице Мудреца и просветленного человека И так далее Пушкин же вначале был легкомысленным Греховником, действительно Но занятие искусством Невольно его поставило на путь Исследования И что такое человек? И что такое искусство? Ну, Рериху, наверное, помешало Его академическое образование Он потерял интерес к искусству И поэтому не развивался в нем Пушкин же, поскольку он не учился Он самостоятельно двигался И азарт его не пропал И он преобразился Его искренность И любовь к искусству От античного до народного И обширная любознательность Задали ему Удивительные перспективы развития Вот его современники говорят Что он всегда всем интересовался Всех расспрашивал С кем он не встретится Не познакомится И во всех областях И Пушкин преобразился Вот это действительно стал Просветленный человек Которому истины стали открываться А он о них повествовать Самым лучшим образом Без ложной мудрости И назиданий Но невидимыми Мощными Магнетизмами Свойственному искусству То есть через его волшебные формы Сказка ложь Да в ней намек Добрый молодцам урок Вот так народ говорит Об этих волшебных формах Христос ведь тоже Использовал притчи То есть формы искусства В своих проповедях А не тон мудрого Лектора Наставника И вполне справедливо Пушкин подытаживая Свой труд жизненный писал Это не пустые А определяющие слова И долго буду тем Любезен я народу Что чувства добрые Я лирой пробуждал Продолжение следует... Продолжение следует...